Добрый день, друзья! С вами в студии 101PR Дарья Тангел и мой гость прекрасная Вера Евгеньевна Городничева, заместитель генерального директора группы компании Инмедиа по правовым административным вопросам. Привет, Вера! Привет, Дарья! Сегодня у нас очень интересная тема. Мы, наконец, разберем закон о рекламе. Тема сложная для многих. Слышала от других юристов, что в закон о рекламе лучше не лезть, потому что там можно просто споткнуться, потеряться и в итоге ничего и не сделать полезного. У Веры Евгеньевны ситуация другая. Она много-много лет отстаивает права группы компании Инмедиа, в которую входит и радиостанция наша, на которой мы вместе с вами работаем. Вера, давай начнем. Вот с чего? Мне интересно. Закон о рекламе в России суров или волков боятся в лес не ходить? Как ты считаешь? Ну, я бы сказала, что и то, и другое в данном случае. Есть хороший афоризм на латыни, как раз на этот счет. Дуралекс, седлекс. Вот. Он отражает полностью, на мой взгляд, не только сущность этого закона, но всего российского законодательства. Я, конечно, не знаю, кто как перевел, потому что по-русски он как бы, ну, так звучит, латынь сама по себе. Но переводится все просто. Закон сыров, но это закон. То есть, как любой закон, он существует, и мы его должны исполнять тем или иным образом. Нравится он нам или нет, сложно, это просто, но должны исполнять, и все, и точка. Вот. Ну, а если серьезно, то, как любой другой закон, федеральный закон о рекламе, номер 38 ФЗ, кстати, от 13 марта 2006 года, с кучей разных поправок, которые действуют до сегодняшнего момента, вводит ряд правил и ограничений, которые регулируют правоотношения на рынке рекламы. Да, то есть, участниками этих правоотношений являются рекламодатели, реклама распространителей, реклама производителей. То есть, если на обычный язык, это, ну, очень широкий круг предпринимателей, да, абсолютно любые, которые реализуют товары, услуги. Вот. И представители именно какого-то медиарынка, рекламного рынка, которые непосредственно занимаются производством рекламы или распространением. То есть, профессиональные участники рынка. Вот. Ну, такой довольно широкий круг получается, как я и говорю. Строгость и опасность, рассматриваемая нами закона, почему как бы его все боятся, так скажем, заключается именно в строгости санкций. То есть, за нарушение рекламного законодательства кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в рублевом эквиваленте иногда от 100 тысяч и выше для организации. До 800 там доходит. Существенные расходы, если ошибешься там. Да, да, да. Это очень неприятно. Насколько я понимаю, в любом случае есть же возможность ограничиться только предупреждением или нет? Или сразу обычно штрафуют? Ну, предупреждение. Тоже должны быть веские основания для этого. Вот. Как правило, чтобы это было совершено правонарушение первый раз. Это касается в основном малого бизнеса, то есть крупному бизнесу. Вряд ли удастся так легко отделаться легким испугом. Вот. Поэтому бывает ряд правонарушений, например, в сфере рекламы медицинской деятельности, где могут и на первый раз не дать предупреждение, а сразу дать реальный штраф. По той причине, что считается это прям особо опасными там правонарушениями, что может пострадать жизнь или здоровье человека. То есть смотрят еще и на потенциальную опасность рекламного ролика или рекламного какого-то сообщения? Да, да. Ну, это при назначении любого вида наказания, в принципе, административного, это есть такая практика. Но как бы в законе рекламы это выражается просто очень грубными размерами штрафов, поэтому все так страшно. Хорошо. Если сравнивать наш российский закон о рекламе с другими странами, у нас строже или нет? Ну, я прямо вот таким мониторингом не занималась изучением зарубежного законодательства о рекламе. Вот. Единственное, что могу там по своим поездкам ориентироваться. И вот на Кипре мне прямо бросились в глаза огромные такие билборды вдоль дороги, по которой мы ехали. Вот. И там почти на каждом плакате было указано, что самый лучший там наш товар или там, я не знаю, наша услуга. То есть превосходящей форме. Да, превосходящей форме, превосходной. Вот. И наше законодательство российское, оно это строго запрещает. То есть я могу сказать, что продаваемые мною носки, самые красные во всем Кире, но для этого должна я тут же подтвердить, на основе чего я такой вывод сделала. То есть это либо мы какое-то исследование провели, либо, может быть, в каком-то конкурсе наш товар победил, как самый красный. Вот. Тогда к ответственности нас не призовут. Хорошо. А давай перейдем более к практическим каким-то моментам. Что категорически нельзя рекламировать в России? Существует конкретный перечень товаров. Он определен седьмой статьей закона рекламы, да, которую мы рассматриваем. То, что рекламировать нельзя. Это, во-первых, товары, производство, реализация которых запрещены вообще в Российской Федерации. Это всевозможные наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и прочее, да, все, что мы к наркотикам относим. Взрывчатые вещества и материалы, за исключением пиротехники. Органы ткани человека в качестве объекта купли-продажи. Товары, подлежащие госрегистрации, если такой регистрации нет. Товары, подлежащие сертификации, если сертификация не пройдена. Товары, подлежащие лицензированию, вернее, виды деятельности, подлежащие лицензированию, если лицензия не получена. Да, это банковская деятельность, медицинская та же деятельность, фармацевтическая деятельность. Вот, радиоканалы тоже действуют на основании лицензии. Вот, потом табак, табачная продукция, различные кальяны, трубки, сигаретная бумага, зажигалки. Всё, что связано с курением в той или иной форме, даже электронная сигарета тоже запрещена, сразу скажу. Медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности, аборты. Услуги по подготовке, написанию различных выпускных работ и прочих аттестационных работ. Это всё запрещено. Вот, в принципе, перечень, он, ну, такой довольно логичный, на мой взгляд. То есть вся эта запрещенка либо здравым смыслом каким-то, да, определена, ну, в основе своей, либо другими нормами других законов, которые тоже носят ограничительный характер. Например, у нас государство сейчас с курением борется, да, и с алкоголизмом, соответственно. Мы не можем рекламировать алкогольную продукцию, да, вот. Ну, там не полный запрет, но почти полный. В седьмой статье нет, но там другая есть, норма закона. Вот, и, допустим, против табака курения сейчас государство выступает активно, поэтому табак и всё-всё-всё, что связано с курением, в любой форме, вдыханием себя, чего бы то ни было, даже если говорят, что это не табак, это всё запрещено. Вот. Хорошо. Вот момент тоже такой очень интересный. Это речь идёт о зарегистрированных СМИ, то есть нельзя рекламировать зарегистрированных СМИ. Не только в любой рекламе. В социальных сетях, вот у блогеров часто там рекламируются какие-то такие штуки, которые, по идее, вот я, например, смотрю, да, как сотрудник СМИ, я знаю, что у нас бы это не прокатило к рекламе. Или если бы мы, например, какого-то косметолога рекламировали, мы должны были бы в рекламном сообщении указать его лицензию, там, и так далее, и так далее, и так далее. А у блогеров, предположим, там, ну, возьмём там Инстаграм, да, самая популярная, Ютуб, никто никогда не указывает. Вот их за это могут наказать? Могут. Могу сказать точно, что могут. Но просто дело в том, что в интернете сложно уследить за этим. И я так понимаю, что, ну, может быть, к радости, может быть, к несчастью. То есть конкретно у нас никто не занимается этим. У меня там отдельного специалиста, например, от федерального антимонопольной службы или ещё кто-то. Ну, там, может быть, по жалобам, но тоже как-то, видимо, граждане более лояльно относятся друг к другу. Любимым блогерам, да? Ну, да, и тут тоже, насколько это предпринимательская деятельность, тут как бы физическое лицо, реклама распространитель получится, и там, ну, там штраф не такой существенный. Может быть, они сознательно, то есть идут на этот риск. То есть там несколько тысяч рублей заплатить, это не сотни тысяч рублей. А давай вот такой момент ещё тоже хотелось бы для себя, наверное, даже, да и для слушателей прояснить. А вот что уже является рекламой, например, в формате вывески, да, там на магазине, на салоне и так далее? То есть вот табличка с режимом работы, где написано там предчисление услуг, да, например, это реклама, то есть там тоже лицензию надо указать или ещё нет? Ну, существует, то есть понятие вывески, да, и существует реклама. Это как бы не рассматривается, не разграничивается именно законом рекламе. Это отдельное законодательство. У нас в городе Кирове, то есть муниципалитет даже это регулирует. Насколько я знаю, у нас есть МУП такой, даже специальная городская реклама. Вот, они как раз определяют это. Ну, и как бы на комиссии ФАС тоже, в принципе, они рассматривают и относят что-то к вывеске, а что-то относят к рекламе. То есть режим работы и просто вывеска, да, там над козырьком, это точно будет вывеска расценена, да. А если, допустим, на торце дома вот повесить какой-то большой-большой плакат. Кронштейн там, например, или что-то такое. Ну, вот медицинский центр, допустим, да, и там, допустим, занимает он, ну, там, не знаю, полэтажа дома жилого, да. А с торца, допустим, висит, ну, с фасада, допустим, с лицевой стороны вход, там вывеска режим работы, а с торца где-то может висеть уже большой такой плакат, который говорит, что там такие-то услуги медицинские оказываются. Вот это уже к рекламе может быть отнесено. И там уже нужно все указывать и лицензии, и так далее, и так далее, и юридическое. Да, поэтому, ну, то есть я не могу сказать, что закон, ну, как бы так и есть на самом деле, что закон распространяется не только на средства массовой информации, а на любую рекламу в любом виде. Потому что там существует понятие, что такое реклама, да. Реклама — это информация, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на продвижение товара, на, допустим, поднятие потребительского интереса к этому товару, да, к этой услуге. Поэтому она может быть в любой форме выражена, даже на асфальте написано. То есть, бывает, там, по парку идешь, гуляешь, смотришь, у рекламы. Это тоже реклама уже, да. Ну, у тебя уже как профдеформация, наверное, да. Есть такое, есть, да. Давай перейдем к общим требованиям. К рекламе какие моменты обязательны для любого рекламного сообщения, где бы оно ни было? — Существует также отдельная статья закона под номером 5. Вот, она так и называется — «Общее требование к рекламе». Вот, то есть, все участники рекламного рынка обязаны ее в любых сообщениях соблюдать. Она очень длинная, очень многобуквенная, я бы сказала. Вот, и там много-много всего перечислено. Ну, я вот рекомендую всем правоприменителям данной области соблюдать два правила основных. Первое, что реклама должна быть достоверной. И второе, то, что добросовестно. Вот, если это запомнить как отчина, что, как бы, остальное все становится довольно-таки, ну, просто. И исходить, как бы, из тоже соображений здравого смысла, да, такого, я не знаю, душевного равновесия, когда ты, ну, что-то там пишешь, вот, что-то выдумываешь, какую-то очередную рекламу, то, значит, что касается достоверности, то мы, ну, то есть, всю неправду мы отсекаем. Это касается в отношении любых характеристик товара, там, условий его доставки, цен и всего-всего прочего. А если человек, предприниматель или маркетолог, или там специалист по рекламе, который составляет это сообщение, он искренне заблуждается? Ну, не освобождается. Хорошо, то есть мы можем, например, порекомендовать для соблюдения достоверности иметь подтверждение того, что они пишут. Да, это лучше всегда иметь. Если у них самые красные носки, то у них должен быть документ, подтверждающий там какие-нибудь общественные организации, что она считает, что там... Ну, лучше либо конкурс какой-то, либо, ну, что-то, что-то конкретное такое, вот. И здесь, ну, чтобы, соответственно, желательно, чтобы в рекламе это было уже, то есть, приведено на основе чего так считается. Это по достоверности. А по добросовестности это в основном связано с недобросовестной конкуренцией. То есть в отношении конкурента я всегда не рекомендую нашим рекламодателям какие-то формулировки использовать, да, негативные в отношении там не своей продукции. Потому что тоже все это двояко, сложно доказуемо. Вот. И закон против этого. Ну, и там еще множество существует, на самом деле, правил общих к рекламе. То, что она не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию жестокости, иметь сходство с дорожными знаками, формировать негативные отношения к лицам, которые не пользуются товарами. То есть, предположим, если вы через ГИБДД договорились и ваш знак, то есть указатель на ваш там магазин, на производство или так далее, включили в знак, да, который там должен был быть установлен, указатель там или еще что-то такое, то это можно. Оставить самим там, вкопать арматуру и повесить на него указатель, так нельзя делать. Ну, я думаю, что такого вообще нигде нельзя делать. Но сейчас я могу только предполагать. То есть, я говорю, что конкретно консультацию, чтобы данную указать, это нужно в этом разбираться. Но в любом случае, любой знак, он не должен противоречить любому законодательству. То есть, не только там с ГИБДД это должно быть согласовано, с остальными службами необходимыми, и, соответственно, что не должно нарушать законодательство о рекламе. Иначе, как бы, то есть, ну, другое основание для удаления, грубо говоря, этого знака, оно может всплыть. То есть, что-то не нарушает, а что-то другое нарушает. Законов уже много. Да, часто ещё такое бывает. Мы все помним это по 90-м годам. Это был расцвет, можно сказать, такой рекламы, которая содержала в себе элементы ругательных слов, матерных слов. И мы все помним рекламу Евросети и так далее. То есть, это не выбить из мозга россиянина, мне кажется. Ну, Евросети уже в 2000 это было. И я так понимаю, что у них это шло с нарушениями. Мы потом, по-моему, запретили это в связи с тем, что бранные слова как раз использовались в данной рекламе. Сейчас такое нельзя тоже делать? Нет, нельзя. Нельзя. Ну, вот новый закон, вот он как раз... Ну, как новый? Он не новый, конечно, он шестого года. Вот. Но до этого был который закон о рекламе. Он, конечно, там было масса послаблений. Вот. Таких правил не было жёстких. Но вот поскольку было, я так понимаю, что засилие вот этой рекламы, от которой, может быть, кто-то устал, вот, либо государство сочло, что как бы на территории Российской Федерации негоже такому везде висеть и звучать. Матершинным словам, да, висеть на дорогах. Вот. То был принят, соответственно, вот закон, который сразу же, как только он вступил в силу, как только его приняли, и все сразу за голову схватились, потому что поняли, что придётся работать по-новому. Ну, и до сих пор как бы, ну, определённые рамки есть, и не всех коррективщиков рекламных устраивают эти нормы закона, ну, что делать. Часто, кстати, я, не то чтобы часто, я иногда такое вижу, когда они берут реальное слово, из которого, убрав две буквы, некоторые люди с испорченным мышлением начнут видеть в этом слове матерное слово. Ну, как правило, это… Вот такая игра слов допустима? Нет. Как правило, это там повисит-повисит, да, если это наружная реклама, или позвучит-позвучит на радио, или там ещё где-то в средствах массовой информации там помелькает, какой-то непродолжительный промежуток времени. То есть тут даже двусмысленность, она не допускается, да? Ну, да, она возмущает, потому что тут и как бы специалист, в принципе, даже федеральная антимонопольная служба, да, может увидеть это и возмутиться, и там дело завести, грубо говоря, вот, либо жалобы поступить. А бывает такое очень часто, то есть поступают звонки и жалобы письменные, вот там даже бабушек, дедушек, мам и пап, которые говорят, что вот мой ребёнок начинает задавать мне вопросов, а я не могу ответить. Да, 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 снимите, вот это вот у нас напротив окон висит. Или вот я еду, допустим, за автобусом, а там сзади у автобуса вот это вот неприличное слово там с точечками. Вот, и как я должен всё это объяснять своему малышу? Да, вот если мы говорим о несовершеннолетних, насколько мне известно, да, когда я готовилась к программе, есть интересная статья закона о защите несовершеннолетних в рекламе. Что там важно учесть? То есть, знают, перед эфиром мы с тобой об этом уже немножко поговорили, да, это не часто, это вообще используется, но это есть, и мы должны об этом сказать. Да, какие там есть тонкости, какие моменты, расскажи нам, пожалуйста. Ну, там тоже всё, в принципе, в таких рамках здравого смысла, то есть, да, там не должно быть какой-то дискриминации родителей, воспитателей, подрыв доверия к ним, да, допустим, побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей, да, на приобретение там какого-то товара рекламируемого. Создание у несовершеннолетних искажённого представления о доступности товара, да, для его семьи, потому что уровень дохода у всех разный. Создание у несовершеннолетних впечатлений о том, что обладание рекламируемым товаром ставит их какое-то более там предпочтительное положение перед другими, да, сверстниками, у которых нет такого товара. Формирование комплекса неполноценностью у несовершеннолетних. Что у него нет такого, да, предпочтительного товара. Да, да, потом показ несовершеннолетних в опасных ситуациях. Там преуменьшение уровня необходимых для использования рекламируемого товара навыков, да, допустим, только взрослый может или с какого-то возраста, допустим, да, несовершеннолетний использовать, вот, а в товаре показан там ребёнок более там какого-нибудь возраста. Как будто бы он с этим справляется, да. Ну, то есть это как бы с точки зрения воспитания, с точки зрения того, чтобы не травмировался, да, ребёнок, ну и чтобы, может быть, там руки родителям не выкручивали где-то в каком-то мере. Ну, тут тоже такой момент интересный, то есть это, опять-таки, ты говоришь про здравый смысл, да, это в меру испорченности того человека, который производит эту рекламу или заказывает эту рекламу, да, то есть у каждого уже свои представления о том, как нормально воспитывать детей, как ненормально. То есть здравый смысл у каждого свой. И, кстати, вот когда я читала вот эти пункты, и сейчас, когда я слушала тебя, я вспоминала, у меня у самой просто двое маленьких детей, и мы дома смотрим на телевизоре, там, вот, Дисней, ну, такие вот федеральные каналы, на которых показывают мультики или детские программы. И действительно, вот в федеральной рекламе вот это всё учитывается. Учитывается. И приятно смотреть, приятно осознавать, что это действительно учитывается. То есть я ни разу не слышала, чтобы там, скажи родителям, чтобы они тебе это купили. Я ни разу не видела, не слышала, что там идёт какое-то унижение, что тебя, якобы, у тебя такого нет, и ты хуже всех. Они вот это соблюдают. Ну, вот я раньше помню, что давным-давно, не знаю, я в школе, наверное, ещё училась, была такая реклама, по-моему, Клиросила или какого-то средства от перщей, когда один мальчик гулял в шлеме и весь в перщах, потому что он не пользовался, а другой с девочкой как бы, то в данном случае можно отнести к нарушению как раз. Да, и тут и формируется и комплекс неполноценностей, и всё остальное. То есть ты не пользуешься. Такое не выходит, да, потому что не пойдёт. Ну да, 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 такое уже. Хорошая статья. Ну да, с точки зрения родителей воспитания. Ну вот как раз вот то, о чём я говорила, что вот некоторые пункты имеют скорее эмоциональный окрас, да, и больше зависит от того, как сам производитель рекламы это оценивает. Вот каждый же по-разному это всё воспринимает. Что оскорбляет, например, родители, а что не оскорбляет. Вот как это регулируется, как антимонопольная служба или там ещё кто-то, кто проверяет рекламу, могут понять, что вот это нужно наказать, а вот это вот нормально, допустимо. Ну, вообще закон, реклама особенно, ну и многие законы, в принципе, они имеют такой эмоциональный окрас, как ты говоришь, даже больше мы называем это оценочный характер. Юристы используют такую терминологию. То есть, да, один может человек так понять, другой человек так понять. Ну, существует много, во-первых, разъяснений, там, федеральной антимонопольной службы на этот счёт, да, то есть, кто занимается именно правоприменением, могут в различных правых системах там ознакомиться, да, или там в интернете, на сайтах, да, соответственно, там, федеральной антимонопольной службы по разъяснению тех или иных там статей закона, посмотреть конкретное там нарушение, за что был наказан тот или иной участник, допустим, рынка. Вот. А вот при работе именно специалиста, то есть, ну, могу немножко рассказать такую внутреннюю кухню, скажем, как это происходит. То есть, специалист именно федеральной антимонопольной службы, да, территориального там управления, у нас вот управление по Кировской области, именно оценивает в начале рекламу, считает он её как бы, то есть, нарушающий закон или не нарушающий закон. Если у него возникают сложности, вот, то он может прибегнуть к помощи экспертного совета по рекламе. Сложность именно в самостоятельной оценке. Да, в самостоятельной оценке, да, если он там, ну, не может сказать, то начинает тоже думать, что, ну, может быть так, может быть, может быть не так, если с другой стороны посмотреть. Вот. То, соответственно, собирается экспертный совет, да, то есть, это такой интересный орган, я бы назвала его консультативный, вот, деятельность его регламентируется конкретным там положением, которое на сайте размещено, вот, у нас управление по Кировской области, ФАСА, вот, и в него входят не сотрудники антимонопольной службы, да, там известные, может быть, у нас лица, там, маркетологи, филологи, политологи, представители там, иных профессий, должностей, вот, которые, список тоже можно ознакомиться на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, вот, и, соответственно, вот эти уважаемые лица собираются, там, условно говоря, за круглым столом, хоть он не круглый там, вот, и они решают и голосуют, вот, простым голосованием о том, что, там, является это рекламой, во-первых, обычно ставится вопрос, не является рекламой, также вот они смотрят вывеска, это не вывеска, решают часто судьбу рекламодателей. Давайте сейчас прервемся на рекламу и буквально через пару минут вернемся. В эфире вновь 101PR, в гостях у меня Вера Евгеньевна Городничева, и мы говорим про закон о рекламе. Прямо сейчас, перед перерывом на рекламу, мы обсуждали то, как собирается комиссия в УФАС, экспертный совет по рекламе, между прочим, и как они делают заключение о правонарушениях, которые есть оно или нет его, как это происходит. Они собрались. Они собрались, да. Ставится перед ними конкретный вопрос, да, может быть, показывают даже, на экран выводят какую-то конкретную рекламу, да, которая является спорной. Вот, ставится им вопрос, является это рекламой, не является, по их мнению, соответственно, есть тут нарушения или нет, что они видят, какие нарушения. Вот. И все голосуют. И таким образом вот он оценочный характер тоже и появляется. Это прямо суд присяжных получается. Ну, что-то, да, схожее, что-то есть. Вот. Но, с другой стороны, они прямо здесь-то не выносят никаких вердиктов. Естественно, там все процедуры дальше соблюдаются. То есть, согласно там регламенту, получается, что мнение экспертного совета носит рекомендательный характер. Но вот на практике, вот сколько я смотрю, вот этих реальных протоколов, с которыми тоже рекомендую каждому ознакомиться, кто в данной отрасли работает, там, на сайте Федеральной антимонопольной службы управления по Кировской области, они всегда вывешиваются. Вот. То чаще всего специалисты соглашаются с мнением экспертного совета. Кладут вас ногу. Вот. И потом, допустим, в суде, если кто-то идет оспаривать привлечение к ответственности, то это тоже все. И судьи тоже с уважением относятся к мнению экспертного совета по рекламе. Да. Хорошо. Давай не все успеваем обсудить. Осталось у нас буквально 10 минуточек. Закон очень большой, на самом деле. Да, закон очень большой. То есть, там есть моменты и по массовым мероприятиям очень интересные. Но давай мы с тобой поговорим вот о чем. Что чаще всего нарушают компании в рекламе? Вот это очень интересно, потому что я думаю, что каждый в чем-то, возможно, услышит себя и убережет себя от больших штрафов. Сколько ты говорила штрафы? Ну, на организации, на юридические лица от 100 до 800 тысяч рублей. С какой-то. А на физлице, на яблочниках? На физлице там несколько тысяч рублей, там не так страшно. Но все же. Ну да, сам факт неприятный. Ну так что, давай про компании поговорим. То есть, что нарушают? Мы не будем называть сами компании. Это не совсем этично было бы. А вот про нарушения с удовольствием поговорим. Ну да, я просто такой небольшой срез, может быть, сделаю. Просто как бы исходя из своей там практики, наблюдений, там, анализа тоже деятельности антимонопольной службы, да, потому что тоже всегда стараешься руку на пульсе держать. Вот, анализируя рекламу целиком, да, допустим, в тех изданиях, допустим, печатных, которые попадаются на глаза или там наружная реклама. Очень часто рекламодатели, рекламораспространители нарушают требования к рекламе информационной продукции и там зрелищных мероприятий. То есть, существует там пять категорий возрастных, грубо говоря, назовем их 0+, 6+, 12+, 16, 18+. В законе они несколько там иначе звучат, что для детей, не достигших возраста 6 лет, или там для детей старше 6 лет. Но мы вот так вот их быстренько разграничим. Вот. И зрелищные мероприятия всегда маркируются информационными. Очень часто забывают, либо просто не ставят такое возрастное. У меня вот логический такой, казалось бы, момент. А если на самом СМИ, например, вот на Эхо Москвы в Кирове, да, на радио Кировград, есть возрастное ограничение 16+. Разве не логично, что и вся реклама тоже будет 16+. Нет, это разные вещи вообще. То есть, дети младше 16 лет нас, по идее, слушать не могут? Ну... Но они, конечно, могут. Ну, это рекомендация, да, это же получается тоже на совести родителей. Ну, на практике, как это выражается. То есть, это на совести родителей. Мы предупредили, а там уже как дальше? То есть, если на самом СМИ написано, там, подложим, 16+, то и внутри в рекламе все равно нужно дополнительно указывать возрастное ограничение? Нет, ну почему? Можно же рекламировать какие-то, я не знаю, там, веселые картинки, грубо говоря. Там журнал, там, 0+, почему нет? Книги какие-то для детей именно. Детская передача у нас же все что угодно может выходить. И в этой детской передаче может быть какая-то там реклама прямая или косвенная. Вот, потом, да, анонсы различные, допустим, мероприятия в том же кукольном театре, да, там, совсем же для малышей. Поэтому часто, кстати, попадают в ловушку вот такие мероприятия, потому что вообще вот там, ну, для маленьких детей там до 6 лет особенно. Там же, то есть, год это уже все, это прям дети очень сильно различаются по развитию. И некоторые вот с педагогической точки зрения, да, мероприятия, они именно там для детей там года, да, там, годовалых. Другие там 3 года, 2 года, вот. А у нас вот такая градация и как бы в СМИ, да, и, допустим, ну, в любой рекламе мы должны ставить 0 или 6+. Вот часто рекламодателя, когда спрашиваешь, там, какую возрастную категорию поставить, они говорят, поставьте 3+. Ну, такого же не было. Думаешь, такого нет, да, 0 или 6. Вот тоже часто из-за этого многие там рекламораспространители наступают на эти грабли и ставят вот как раз вот какой-нибудь 3+, за что потом могут получить как бы реальную санкцию. А они могут, например, в рекламном сообщении написать, что для детей от 3 лет, а в конце сказать 6+. Ну, в принципе, ну, то, что рекомендовано или там каким-то образом расшифровать, но потом, ну, да, могут. То есть так, по идее, можно? Ну, да. Вот и способ обойти закон. Ну, это нет, это не обойти, это как раз соблюсти его, скажем так. Соблюсти и при этом сказать, как. Да, то, что разработано там для детей таких-то, но вот нужно в конце лучше сказать, что там, ну, там не 6+, или там, ну, можно и 6+, в принципе, назвать. Юридические моменты тоже соблюсти. Да, потом дистанционная торговля тоже, там, допустим, должно быть наименование продавца, да, его УГРН, юридический адрес, да, или если это индивидуальный предприниматель, просто ИП, там, Иванов Иван Иванович и УГРН ИП, вот, тоже часто эта информация отсутствует. Ну, там, доставка, я не знаю, пиццы, роллов, грубо говоря, без конкретных примеров, то есть что такое дистанционная продажа. Потом при регламе медицинской деятельности должно быть противопоказание, там, как мы их называем. Имеются противопоказания, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, то есть у них либо длительность, это должна быть на радио, да, определенная, либо, если это печатная форма, то тоже, соответственно, пропорция, там, к общей площади, вот, макета. И часто, ну, бывает, этого нет. Не звучит, либо, либо, там, не пропечаталось. Вот о чем хотела еще сказать, что вот эти моменты, они бывают чисто технически, либо по забывчивости, там, допустим, какой-то невнимательности сотрудников, да, средства массовой информации часто допускаются. И вот из-за этой, как бы, ну, такая смешная ошибка, но получать такие штрафы, это бывает очень обидно, очень жалко именно таких нарушителей, я бы даже в кавычки бы их облекла, как нарушителей, потому что бывают приверстки, куда-то что-то пропало, съехало. Вот, допустим, тоже стали обрезать, там, видеоролик или аудиоролик, вот, тоже что-то, что-то важное обрезали. Поэтому тут, получается, на чеку должен быть каждый сотрудник, то есть, там, средства массовой информации или реклама производителя, допустим, какого-то там плаката. А как, кто тогда платит штраф вот в такой ситуации? Ну, там как раз это федеральная антимонопольная служба рассматривает, устанавливает, чья вина. Вот, ну, бывает, допустим, рекламодатель, да, допустим, если он неверно предоставил возрастную категорию, допустим, вернемся, да, он, мы же вот не знаем, пришла реклама, да, допустим, там, какой-то спектакль детский, и нам говорят, вот, у него 6+, а потом, оказывается, не 6+, а 0+. Вот, и, соответственно, приходится объясняться, и уже когда есть доказательства того, что там переписка, например, с рекламодателем, что это он, да, то, соответственно, это его вина. То есть в таких ситуациях сотрудникам СМИ лучше на себя ответственность лишний раз не брать и переспросить. Ну, там вообще, да, а как может сотрудник СМИ знать, какое? То есть он ведь не создавал этот спектакль, он, допустим, ну, не должен же сидеть и какой-то там просматривать что-то или там прочитывать какую-то литературу. Ну, по параметрам это всё в интернете тоже можно найти, да, параметры для ограничения по возрасту. Ну, это отдельный закон существует о защите детей от информации, причиняющей вред их нормальному там здоровью и развитию, как такое вот у него название длинное. Вот, и там, по-моему, вторая глава, вот она так и называется, классификация информационной продукции. Ну, с ними же все зрелищные мероприятия. И там очень подробно вот эти категории все выделены и определены критерии. Ну, грубо говоря, там для детей до шести лет можно только сказочку, да, со счастливым концом, победой, там, добра над злом. А не где волк съел внучку с пирожками и с бабушкой. Да, 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 да. А уже, допустим, там и для шестнадцатилетних можно уже какие-то там и половые отношения показать, ну, без там эксплуатации интересов там к сексу именно. Вот, и уже что-то где-то, может быть, там, ну, какие-то слова и выражения, которые, конечно, для малышей недопустимы. И сам сюжет уже другой абсолютно, может быть, там, где-то и насилие оправданное тоже сюжетом. Вот, но тоже определенная грань, это все очень-очень подробно прописано в законе. Если читать, то это довольно-таки долго не будем эфирное время на это тратить. Какие еще бывают нарушения из популярных? У нас осталось буквально две минутки. Давай какой-нибудь один еще вариант разберем. Один. Ну, не знаю, табак, допустим, алкогольная продукция, азартные игры. Ну, тут можно, в принципе, не останавливаться довольно подробно. Много нарушений в рекламе финансовой деятельности, финансовых услуг. Там, насколько я понимаю, нужно очень много условий писать. Там и да, да, 28-я статья, она говорит там очень много. Если одно условие указано, да, допустим, процентная ставка, то, соответственно, нужно остальные условия, влияющие на сумму дохода или расхода, который понесет лицо, воспользуясь данной услугой, вот, указать тоже придется, поэтому часто вот. А, кстати, многих там радиослушателей, например, бесит, когда после ролика идет вот это вот. Они могут потом звонить в эфир даже и говорить, зачем вы это. Они могут из-за этого дисклеймера забыть само рекламное сообщение и думать, что сейчас было до этого. Да, кстати, да, причем это нужно в конце очень быстро произнести, дабы не удлинить как бы размер ролика, его стоимость, соответственно, для рекламодателя, вот, а с другой стороны, чтобы там каждое слово четко звучало и чтобы потом тоже вопросов не было, потому что если бы что-то нечетко, то просто как бы контролирующий орган приравняет это к тому, что этого всего не было, ничего этого не звучало. Да. Давай еще по примерам пройдемся? Давай. Очень распространены, на мой взгляд, нарушения под пункта 6, пункта 5, статьи 5 закона рекламы. Указания на лечебное свойство продукции, которое лечебной на самом деле не является. В частности, многие, я думаю, что наши слушатели в своих ящиках почтовых находили некие листовки, распространяемые неустановленным, я так понимаю, кругом лиц. Вот. Ну, иногда, признаюсь, я вижу, не буду сейчас уже конкретные примеры, конечно, приводить, а такие нарушения, вот прям конкретно видно, что рекламодатели с рекламопроизводителем, рекламораспространителем просто заложили сумму штрафа в бюджет рекламный. Когда они просто жестко нарушают законодательство, не будем про них в эфире, мы говорим о том, что закон нужно соблюдать и быть профессиональным участником рынка с любой точки зрения, в том числе с применением закона рекламы. Не только красиво написать, но и чтобы это прошло законоприменительной точки зрения. Ну что, к сожалению, к сожалению, нам приходится подходить к концу программы. Ещё раз представлю, в эфире со мной была в студии Геродничева Вера Евгеньевна, заместитель генерального директора группы компании «Инмедиа» по правовым и административным вопросам. Вера, огромное спасибо за всё, что ты нам сегодня рассказала. Было очень познавательно, интересно и, я думаю, очень полезно для наших слушателей. Спасибо, что пригласили. Я думаю, что одной такой беседы очень мало, потому что закон на самом деле очень большой, интересный. И, не знаю, может быть, имеет смысл пригласить как-нибудь из сторону, с другой стороны баррикад, скажем так, представителей антимонопольной службы, которые своё мнение могут высказать на этот счёт, почему всё так строго, сложно и прочее. Всё, спасибо, всего доброго и до свидания. До свидания. 101 пиар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok